Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 15 киловатт на 33 квартиры. Мэр Сочи встретился с обманутыми покупателями Хостинского района. Ставят окна и приступают к фасадным работам. Строительство блока начальной школы в Дагомесе идет с опережением графика. Что вы знаете о казачьем хоре и финно-угорской группе языков? В Сочи всежелающие написали большой этнографический диктант. Экскурсия в профессию. В Сочи стартовал новый образовательный проект для старшеклассников. Как устраняют последствия наводнения на Кубани накануне проверил губернатор. Венемин Кондратьев приехал в Лазаревский район Сочи в места, пострадавшие от паводка. Глава региона побывал в трех населенных пунктах. Сейчас с ними уже восстановлено транспортное сообщение и проводятся берегоукрепительные работы. Как после удара стихии возвращается мирная жизнь, расскажут наши коллеги. Сложно поверить, но еще несколько дней назад там, где сейчас едут автомобили, вообще не было дороги. Этот участок от скалы до устья реки полностью смыло водой. От большой земли отрезанными оказались почти 200 человек. Добраться в аул на Джиго можно было только пешком по горным тропам. Восстановительные работы идут без остановки. Рабочие сменяют друг друга каждые сутки. В данный момент зачищение речки идет. Вывозим балласт, расталкаем, очищаем русло речки, чтобы протоки были хорошие. По восстановленной дороге в аул на Джиго сегодня проехал и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев лично убедился, что движению ничего не мешает, а местные жители без проблем могут добраться до большой земли. Этот участок еще будут доделывать, чтобы привести в первоначальный вид. Получается, мы сейчас стоим на вновь отсыпанной дороге. Вновь отсыпанной, вот мы ее сейчас сделали. Вот стояли экскаваторы, и вот сюда заносили, и все это сдвигали. Этого ничего не было, я стоял под скалой, и тут обрызгал. Она сейчас в гравитном исполнении, а потом будет асфальт. А потом асфальт, да. Мы в рамках ЧАЭС сейчас дорожной. Трудно представить, что сейчас вообще не было никакой дороги. И вот мы стоим, это вновь отсыпанная дорога. Это, ну, я хочу сказать, на самом деле за столь короткий срок колоссальный объем работы. Колоссальный объем работы. То есть вот те населенные пункты, которые были отрезаны, сегодня снова живут в нормальном ритме. Вместе с дорогой ремонтируют и электрические сети. Новую подстанцию уже установили вместо той, которую смыла река Макапсе. Активно идут берегоукрепительные работы и чистка русла горной реки. Каждый из таких тетроподов весит почти 8 тонн. Их устанавливают вдоль берега, чтобы гасить потоки воды и защищать дорогу от разрушения. Но волна была такой силой, что бетонные конструкции просто разбросало по руслу реки. Сейчас их количество увеличат и установят на протяжении полутора километров около трех тысяч защитных элементов. В самом горном ауле даже настроение людей не напоминает о прошедшем стихийном бедствии. Местные жители, как бы между прочим, рассказывают Вениамину Кондратьеву, что уже разобрали все завалы дома и почистили улицы. Людям практически сразу после потопа привезли дизель-генераторы для электричества и еду с водой. Первый же день, мы организовали субботник, мы все здесь расчистили на территорию. Знаете, в чем вы молодцы? Вы сами все организовали. А вам нужна была только помощь. Помощь. А работу вы сами изначально взяли, завели всех и максимально сделали свой большой дом чистым. Да, да, да. Мы здесь все очистили, все сделали, с водой тоже быстро наладили. Вам огромное спасибо. Говорят, мы сами. И вот люди стоят, мы сами. Потому что вы большой свой дом взяли, начали приводить в порядок. Не ждали никого. Понимаешь, я заехал, вот ваши аулы, знаете, и сердце радуется. Потому что взяли и сделали. Заканчивают генеральную уборку и жители поселка Аше. Здесь большая вода тоже принесла разрушение. На эту улицу, по которой сейчас спокойно ходят люди, после ливня добраться можно было только на лодках. Глава региона зашел во дворы пострадавшей от стихии. Там пообщался с жителями и узнал, нужна ли им еще помощь. Приводить в порядок жилье пострадавшим людям помогают волонтеры. Они расчищают грязь и убирают завалы. В селе Нижнее Макапсе люди попросили губернатора ускорить восстановление разрушенного пешеходного моста через реку. Чтобы сделать все качественно, понадобится не меньше 20 дней. Еще один вопрос, который волнует жителей. Установка защитных конструкций вверх по устью реки. Они помогут уменьшить силу потока воды. Но инфраструктура в том месте относится к федеральной трассе. Однако это не оправдание для власти, замечает губернатор. Тем более, когда речь идет о человеческих жизнях. Там на федеральной дороге, где мост был, там было укрепление, железная дорога. Бетонная, да. Бетонная. Ее тоже смыло. И надо федеральным дорожникам говорить, чтобы делали право. Давайте так. Вы знаете, федеральные, не федеральные. Мы четко должны понимать, что зон ответственности наша перед людьми, нашими жителями. Поэтому давайте искать способы, а не отговорку, почему мы не можем. Пожалуй, самое главное сейчас – это погода. Чем дольше продержатся солнечные дни, тем быстрее закончат восстановление пострадавших территорий. По прогнозам синоптиков, грозовой фронт от Сочи отошел, и ближайшую неделю здесь ожидается ясная и теплая погода. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань-24, Сочи. Ну а сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил, как восстанавливают Хадыжинск после удара стихии. Глава региона проинспектировал, как приводят в порядок социальные объекты, а также самые пострадавшие от паводка улицы. После объезда под руководством главы края прошло заседание оперативного штаба. И к другим новостям. Мэр Сочи сегодня провел очередную встречу с обманутыми покупателями. На этот раз в Хостинском районе. На очередную серию встреч с людьми, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками, глава пригласил представителей прокуратуры, службы судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. Многоквартирный дом на Лысой горе 37 застройщик возвел на участке под ИСЖС. Через суд строение узаконил, однако с коммуникациями проблема осталась. Водоснабжение и водоотведение проведены самовольно. Официальных 15 киловатт электроэнергии недостаточно для 33-х квартирного дома. Чтобы решить эти проблемы, жильцам необходимо создать ТСН, от имени которого и заключать договоры на тех присоединения и обслуживание. Вы должны создать форму управления, ну, наверное, товарищ собственник ТСН, чтобы был там руководитель, и начинать переоформлять, получать технические условия на воду, на электроэнергию, законным способом получать. Другого пути нет. Мы сегодня хотим вам помочь, чтобы вы вошли в правовое поле. То есть, как получить технические условия, которые надо выполнить. Суд еще два года назад обязал застройщика, который сейчас отбывает свой срок в тюрьме, подключить дом к электро- и водоснабжению, а также провести противопожарные мероприятия и благоустроить придомовую территорию. Ну, что он сидит, да, но, тем не менее, у него есть имущество. Мы хотим, чтобы это имущество, оно было не только арестовано, это имущество может быть продано, естественно, выставлено на торги, в нашу пользу эти деньги истрачены на подключение коммуникации. Есть решение суда, но зафиксировано еще маем 2016 года. К сожалению, ни одно решение суда не выполнилось. Судебные приставы бездействуют. Несколько раз мы обращались. Отсутствие активности в работе судебных приставов по подобным вопросам отметили на заседании представителей прокуратуры. После уточнения некоторых нюансов пристав пообещал на следующей неделе запросить в суде необходимое разъяснение. В Краевом реестре проблемных объектов в начале года отчислилось 49 хостинских самостроев. Благодаря слаженной работе администрации и прокуратуры 20 из них удалось из этого списка исключить. С оставшимися 29 объектами работа продолжается. Ставят окна и приступают к фасадным работам. Строительство блока для начальных классов на территории школы номер 82 в поселке Дагомыс выполнено на 75% и идет с опережением графика. Ситуацию на строительной площадке сегодня оценил депутат местного округа, а с ним и наша съемочная группа. Инспекционные визиты народных избранников 13-го избирательного округа до момента сдачи объекта здесь будут регулярными. Сегодня на стройплощадку прибыл Сергей Ксузян. Депутат отметил, все идет по плану. Подрядчик уже напомнил, что сдачу этой пристройки в 82-й школе ждет не только весь поселок Дагомыс, но и жители близлежащих сел. Правда, завершение работ все ждут по разным причинам. Жители проявляют недовольство. Если люди, строители задерживаются здесь после 8-ми, соответственно, на стройке есть определенные шумы. Соседи начинают звонить в полицию. Я прошу и обращаюсь к людям, но потерпите чуть-чуть, чтобы первым сентябрю это было достроено и сдано в эксплуатацию. Этой пристройке мы полностью убираем вторую смену. Мы, как депутаты от партии «Единая Россия», неоднократно посещаем эту стройку и хотим, чтобы она построилась вовремя, качественно, чтобы люди были довольны. Строители зашли на площадку в июне. За это время возвели три этажа. Через месяц завершат все монолитные работы и сразу приступят к возведению внутренних перегородок. Наручные жители сети, трома и электричество, не все закончили. Вовремя сделали. Я думаю, на сегодняшний день мы идем в опряженный график и срок издадим. В 82-й школе обучается полторы тысячи школьников. В новый корпус, расположенный по соседству, переедет вся начальная школа, которая будет существовать автономно от основного здания. Начиная от столовой и заканчивая медицинским блоком. Свой спортивный зал, свой актовый зал, тренажерный зал. То есть все, что необходимо для того, чтобы существовать самостоятельно. И на территории основного здания, и на стройке депутаты появляются частенько. Очень благодарна им. В свое время здесь была открыта даже группа кратковременных пребываний. Целиком депутатские средства. Каждый год я получаю дополнительное финансирование. В этом году были средства выделены на ремонт крыши в учреждении. В самом избирательном округе номер 13, то есть в поселке Дагомыс, депутат также обещает очередные перемены. В скором времени здесь появятся прогулочные зоны. А в следующем году вместе с новым корпусом школы в поселке откроется новый парк. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи пройдут проверки средних и высших учебных заведений Сочи на предмет безопасности. Об этом на совещании по противодействию экстремистской деятельности в молодежной среде, заявил глава города Анатолий Пахомов. Мэр Сочи отметил, что лицо террористов сегодня изменилось. Теперь это не только участники запрещенных группировок, но и молодые ребята. Это еще раз подтвердила трагедия в Керче, где студент расстрелял своих сокурсников и преподавателей. И здесь ни при чем вероисповедание или принадлежность к определенной национальности. Молодые люди сегодня воспитываются на социальных сетях, потому важна совместная работа всех основных институтов общества, в том числе преподавателей. Куратор группы, декан факультета, проректор высшего учебного заведения по воспитательной работе, они просто обязаны заниматься воспитательной работой, как своих детей. То есть знать о них все. Мы должны знать, чем думает, чем дышит, какие проблемы у этого молодого человека есть. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо уделить пристальное внимание безопасности учебных заведений. Основные нарушения сегодня – это отсутствие тревожных кнопок, рамок и видеонаблюдения. Все недочеты должны быть устранены до 6 ноября. А уже 16 числа в ВУЗах и СУЗах пройдут дополнительные проверки на предмет устранения всех замечаний. Учреждением образования за неисполнение предписаний антитеррористической комиссии грозит ответственность вплоть до лишения лицензии. Сегодня в Сочи прошла всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Несмотря на каникулы, за парты сели те, кому интересно проверить свои знания в области этнографии. Расскажет Елена Авсецина. На трех площадках Сочи пишет «Большой этнографический диктант». Здесь, в седьмой школе, в поселке Лазаревское, в 80-й школе и в Адлере, в лицее 49. Тестирование позволяет понять, насколько школьники, да и взрослые знают обычаи и традиции тех, кто живет с ними рядом на одной территории. А как известно, в Сочи свыше 100 национальностей. Вот так сегодня встречал участников акции «Народный коллектив кавказских танцев Ломеси». И перед аудиториями, а их было задействовано три, школьники также в национальных костюмах. Но здесь настроен уже на серьезную работу. Задания были получены вовремя. То есть задания состоят из 30 вопросов, 20 вопросов федерального уровня и 10 вопросов по Краснодарскому краю. Желающих проверить уровень этнографической грамотности набралось 55 человек. И это не только школьники, но и их учителя. Классная руководительница предложила поучаствовать. Ну, я согласился, почему бы и нет, не попробовать себя в чем-то новом. Я пока что не знаю, что там будет просто. И мне самое просто интересно. Вот интересно узнать, какие там вопросы будут, как я на них отвечу, правильно ли я отвечу или нет. Ну, во-первых, узнать, какие вопросы задаются по этому поводу. Я думаю, узнать что-то новое о наших национальностях, которые входят в состав России. Ну и проверить свои знания в этой области. Акция проводится третий год подряд. Присоединиться к ней может любой желающий. Длится тестирование, как обычный урок, 45 минут. Проверка знаний о народах, населяющих нашу страну, направлена на то, чтобы опять же привлечь внимание людей в многонациональности России. Результаты будут известны 5 декабря на сайте школы, где проводился этнографический диктант, и на официальном сайте мирэтно.ру. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Экскурсия в профессию в Сочи по инициативе главы города стартовал новый образовательный проект для старшеклассников, желающих связать свою жизнь со сферой туризма. Цель нововведения – привлечение новых специалистов в санаторно-курортную отрасль. Подробности у Татьяны Говорковой. Миллионы туристов из разных точек планеты выбирают для отдыха Сочи. На курорте масса вариантов размещения на любой вкус и кошелек. О том, как должны работать сотрудники отелей и санаториев и из каких критериев слагается идеальное гостеприимство, теперь будут рассказывать специалисты сочинским старшеклассникам сразу на местах. Накануне в Сочи впервые была организована экскурсия для школьников Центрального района. Эти дети намерены в будущем работать в курортной отрасли. Санаторно-курортной отрасль является основополагающей бюджетнообразующей отраслью города Сочи. Именно поэтому очень важно, чтобы в ней работали профессионалы и специалисты по различным медицинским направлениям. И вот этими экскурсиями мы хотим донести до наших школьников, чтобы они прочувствовали весь уровень гостеприимства, который до них доносит персонал наших здравниц. О том, как кипит жизнь в здравницах, старшеклассникам показали сотрудники одного из лучших санаториев города – Заполярье. Медики рассказали о бальнеологии, показали ванные комнаты, администраторы дали возможность заглянуть в номера и спа-зону. А генеральный директор лично провел экскурсию по территории, ответил на все вопросы и рассказал о правилах гостеприимства и востребованности специалистов. За фасадом беззаботного отдыха, за санаторией стоит кропотливая работа большого персонала – это инженеры, это и медики, это и работники общественного питания, спортсмены, это и химики. Это очень большая масса специальностей, которые востребованы именно сейчас. И мы испытываем некоторый дефицит по некоторым из них. Возможно, через пару лет кто-то из этих школьников будет работать в Заполярье. Спектр услуг здесь большой – порядка 400 наименований. Эстетическая медицина, бальнеология, поликлинические отделения, фитнес и многое другое. А пока у ребят есть отличная возможность узнать все тонкости профессии из первых уст. Очень интересовались, где получают образование, что нужно для того, чтобы стать профессионалом в этом деле, где обучаться, какие навыки можно получить, еще обучаясь в школе. Совместный проект управления по курортам и образованию стартовал по инициативе главы города и будет систематическим. Попасть на экскурсию в санатории, пансионаты и отели от двух до пяти звезд может каждый старшеклассник, которому интересна сфера туризма. Группы формируются в школах с участием специалистов городского центра профориентации. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 4 ноября центральные улицы Сочи займут бегуны. С 7 утра до 4 часов дня будут перекрыты основные улицы центрального района. И все выезды на них. Полный список вы видите на экране. Это Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Курортный проспект, Горького, Воровского, Парковая, Конституции. Также изменят движение все маршруты общественного транспорта, которые обычно проходят по этим улицам. Администрация города просит жителей и гостей Сочи в этот период, 4 ноября воздержаться от использования личного транспорта и заранее спланировать пути объезда. Заявки на участие в марафоне уже подали почти 5000 человек. Для сравнения, в марафоне 2017 приняли участие 3500 любителей бега. Для них в этом году подготовлены 6 дистанций. От 2000 метров для начинающих бегунов до 42 километров для подготовленных. Об этом в интервью нашему каналу рассказала заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Сочи Галина Мацнева. 4 ноября в нашем городе стартует уже третий легкоатлетический забег «Кубанский марафон», на который уже сегодня заявилось более 5000 человек. И старт состоится в 10.00, 4 ноября, от Гранд-Марины торгового центра по центральным улицам нашего города. Это Орджоникидзе, Черноморская, курортный проспект, Новогинская. Все, кто желает, может принять участие, независимо от возраста и возможностей. Различные дистанции, которые предоставили организаторы, позволят участвовать всем. 3 числа состоится детский забег на 1600 метров по набережной, морской набережной нашего города. И 4 основной забег марафона. Сам марафон, дистанция 42 километра бегут спортсмены, подготовленные. Их очень много, порядка 3000 бегут именно дистанцию 42 километра. Люди, которые готовятся, которые в течение года бегают тестовые мероприятия, подготавливаются к этому. Наши жители активно принимают участие, активно готовятся. Вы знаете, что в нашем городе стартовал проект «10 тысяч шагов к здоровью», который же недельно по пятницам проходит в нашем городе по уже утвержденным, полюбившимся нашим жителям маршрутам. Поэтому мы всех приглашаем заниматься спортом, заниматься активными видами спорта и подключаться к своему оздоровлению, к ведению здорового образа жизни. В прошлом году было у нас 3500 участников. В этом году уже 4800 зарегистрировано. Регистрация продолжается. И все желающие могут на сайте Высшая Лига РАН зарегистрироваться для участия в этом катетическом забеге. В Сочи 24-25 ноября пройдет чемпионат России по самбо среди слепых мужчин и женщин. Турнир состоится в федеральном центре единоборств «Югспорт». В соревнованиях примут участие 100 самбистов из 32 регионов России. Медали будут разыграны в 9 весовых категориях среди мужчин и женщин. Основные правила соревнований практически не подверглись коррекции под слепых. Техника борьбы строится на тактильных и слуховых ощущениях. Проблема со зрением не является препятствием для использования всего богатого арсенала приемов самбо. Первый турнир по самбо слепых прошел в Москве в 2011 году. В 2016-м самбо слепых внесено во Всероссийский реестр видов спорта. Вход на турнир в Сочи свободный. Начало 24-25 ноября в 11 часов. Более 200 спортсменов примут присягу в Олимпийском парке. 10 ноября на службу в 4 спортроты ЦСКА будет призвано 220 спортсменов, представляющих 32 вида спорта. Церемония принятия военной присяги в Сочи поднимает престиж воинов-спортсменов, а служба в спортивных ротах – это возможность отдать долг родине, не прерывая тренировочного процесса. Принимая присягу, новобранцы возьмут на себя обязательство исполнить свой конституционный и гражданский долг, а также продолжить традиции армейского спорта высших достижений. Клятву война на верность родине новобранцы дадут в присутствии прославленных спортсменов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok